Друзья, всем привет! Новый день, новое видео. Я помылась, ребенок у меня тоже помылся. В общем, сейчас почти 6 часов, а мы только вот будем выдвигаться скоро на пляж. Сниму сейчас видео, вам сегодня была на рынке, покупки покажу. Ну, на рынке, в магазинах. Вот, покажу, что купила. Сегодня у меня вот такой прикидик. Ну, просто кофточка такая. Сзади сетка. Вот, и шорты. Так вот. Помылась, сейчас еще маску почти час держала египетскую, перелила в баночку. Вот, так вот. Губы накрасила. Видите? Так, в общем, показываю вам сейчас свои покупочки, еще кое-что. Такая помада матовая. Браслетик такой по джинсу подходит мне. Я его надела, поэтому так он выглядит. Так, в общем, окно у нас открыто, сегодня еще стирала. Покажу вам кое-что. Сейчас это пледы нам принесли, нам под утро холодно. Вот. Не знала вот сейчас, что одеть. Так, крестик Виталика, браслетик мой. Значит, или вот такую штучку. Часы... Кстати, часы мне сюда подходят, потому что я в зеленом сейчас. Часы подходят. Я хотела вот эти одеть, но зелененькие подходят. Вот. Не знаю, что на голове сделать. Я посушила феном волосы. Вот. Ну, фен такой не очень уже. Вот. Можно было и не сушить, но я посушила. Маску делала вот. Я ее сюда перелила. У меня есть баночка. Египетская маска. Это, короче, банка от другой маски. Вот. Значит, не знаю, что я на голове сделаю. Может, вообще ничего не буду делать. У меня есть резинки, еще все обычные черные. Вот. Так. Это я хотела вам показать, что у меня еще есть. Это если вот на жаре волосы можно вот таким маслом мазать. Также есть вот такое еще у меня масло. Вот. Для кончиков. Вот. Я пойду сейчас на пляж. Буду купаться. И помажу каким-нибудь. Надо маслом помазать, наверное, все-таки. Вот этим, наверное. Ну, либо вот этим. Но это больше, когда вот утром ходишь, там, по жаре. Вот. Мазаться вот таким. Если там на рынок, вот как сегодня я ходила. Так. Еще у меня алоэ после солнца. Ну, я говорю, мы выходим вот в пять, в шесть. И мне уже не нужно ни средства для загара, ничего. Мы ничем уже не мажемся. Поэтому и вот этим мы не мажемся. Мы не сгораем. Потому что. Вот. Еще есть La Roche-Posay. Вот такое вот средство. Тоже. Это после солнца. Зубная паста вот такая от Таиланд. Вот это матовая помада от L'Etoile. Вот. Скраб. И еще L'Occitane мыло. Оказывается, у меня еще L'Occitane мыло есть. Умываться. Вот. Так что вот такие вот у меня эти самые. Хорошо, что я умывалки никакие не купила. Вот как раз у меня мыло, и это мне хватит. Такие у меня, короче, эти. Ну, косметичка я не все вам показала. Чуть-чуть. Вот. Пойдемте. Обзор покупок. Талик Ютуб смотрит. Да, зайчик? Талик Ютуб смотрит. Да, зайчик? Талик смотрит Ютуб. Талик, что ты смотришь? Может интересно будет людям? Что делать? Пока тебя не было, мы сделали перепланировку. Похоже, что кто-то дал Крису погруще. Теперь все ясно. Можешь показать мне бассейн? Да, а хочешь искупаться. Видишь? Короче, смотрит Ютуб. Голосы таки красивые после мытья. Смотрите, цвет какой блестящий. Красивый. Красивый парень у меня. Да, ты. Друзья, сейчас быстренько вам кое-что показываю и все. И это у него такая прикольная варежка. Варежка мыться. Туда это вот так одевается на руку. Классная вообще огонь. Крутая. Так, это полотенце пляжное. Сейчас я вам покажу кое-что. Это мне нужно тоже. Трусы повесила сюда, чтобы они не выгорели на солнце. Вот. Кое-что там развесила я. Платье, плавки, кстати, они высохли или нет? Сейчас глянем. Да, уже все высохло, повысохало все. Как же без вида. Каждый день я снимаю этот вид для вас. Посмотрите, как сегодня отлично видно прям. все хорошо так видно. Вот море. Шикарный вид, конечно. как можно. Так, вот, мои хорошие, смотрите. На два, наверное, надо увеличить. Вот. Посмотрите, какой вид, мои хорошие. Вид просто шикарен. Как вам? Ну, по-моему, супер. А воздух какой свежий. В общем, ладно, пошлите вместе со мной. Будем сейчас... Буду показывать вам все. Все. Потому что сегодня была на рынке и была сегодня по магазинам. В общем, много-много всего накупила. Сейчас вам покажу. Так, друзья, конечно же, я убрала трусы из кадра, чтобы они вас не смущали. Сейчас буду показывать, что купила. Может быть, черешинки еще помою и пойдем. Тут замочила кастрюлю, варила кашу манную сейчас. Вот. Друзья, вы только посмотрите, что я купила. Это просто какой-то в Крыму гастрономический у меня рай, как я говорю. Это черешинка. Вот это по 200. Она очень хорошая, отличная. Есть там еще крупнее, по 350 или по 300. Да, по 300, по-моему. Есть по 250. Есть по 220, есть по 250. Короче, друзья, есть по 220, есть по 250. Есть по 300 или по 350. И есть по 200. Вот я по 200 купила. Шикарная просто, отличная. Дальше. Вот эти вот. Я не знаю, какую они цену. Я уже тут поела. Абрикосы. Там два вида. Более светлые и вот такие. Я такие взяла. Тут мягкие уже надо есть. Вот. Значит, помидоры. 210 были у него, по крайней мере, пару дней назад. Вот. Шикарные помидоры. Порежем, будем есть. Салат он не любит, Виталик. Поэтому мы и так нарежем, знаете, и будем с чем-нибудь там в прикуску. С пиццей, я не знаю, вот с курицей. Курицу еще беру. Ножки. Крылья, что-то не зашли ножки. Морковка по-корейски. Но она вообще не острая. Я вчера вот так с горкой было наложили мне. Я попросила. Уже вчера все поела вечером. Цены вот на этот шоколад гигантские. По 160, по 175. Вот это вот. Мама без сахара. Красный Октябрь фирма. Тут шелковица. Ну, у нас там растет шелковица. Ну, вот такой стаканчик по 150 рублей. Я взяла шелковицу. В общем, малина также там у него продается. По 200 рублей, по-моему, малина. По 250. Клубника по 300, по 350. Что еще там у него есть? Хороший рынок такой. Это не ярмарка. На ярмарке тоже будет все. Кукуруза у него по 80. На ярмарке по 50 я брала. Надо было больше, чем 4 брать. Все забрать. В общем, ладно. Но я не помню, можно ли там переводом. Я наличкой платила. А вот здесь вот переводом я все вот это вот оплатила на рынке. Дальше кинза. Такой вот целый пучок я взяла. 30 рублей такой пучок стоит кинзы. Свежая она хорошая. Прямо смотрите. Прямо молодая там. Где я хотела вам показать. Видите, какая шикарная кинза. Дыни. Вот эта дыня на 300 с чем-то рублей. Торпеда. Она пахнет дыней, но вот эта больше дыней пахнет. Это маленькая такая желтенькая. Думаю, будет вкусно. Черешни я вам сказала, да, за 200. Помидоры 210. Огурцы по 80. Ну, вот. Огурцы по 80. Ну, в принципе, вот и все. Шелковица 150. Там стаканы у него. Малина продается. И стаканы, и контейнеры такие побольше. Большие такие. Малина, шелковица в контейнерах и в стаканах. И в контейнерах еще клубника. Клубника, по-моему, самая дорогая у него. Но она, не думаю, что она прям супер. Ну, не знаю, не пробовала. Мне кажется, у него все супер. Все вкусно. Ну, вот. Черешню. Кстати, черешню я тоже вот просто тут беру. А потом... Мы же гороха объелись. Я вам показывала, сколько у нас мешков с горохом было. Пакетов, да? Ну, не пакетов, а сумок. Мешочков с горошком. Плюс... Плюс это... Давайте вот так вот прям покажу. А это еще купила. Почти на 400 рублей. На 397, что ли, он мне сделал. По 700 с лишним стоит вот это все. И почти на 400 рублей. Полкило тут ровно. Вот. 700 с чем-то и 397, что ли, он мне сказал. Мне кажется, он сначала мне другую цену сказал. Меньше. Ну, ладно, в общем... Друзья, это очень вкусно. Это сулугуни. Абсолютно не соленый. Из молока. Такой молочный вкус. Особенно вот у этих палочек, мне кажется. Они вообще, я не пойму, из коровьего или из козьего молока. Он мне дал попробовать. Это очень вкусно. Я говорю, отрежьте мне, я попробую. В общем, взяла вот таких вот почти на 400 рублей. Мы тут поели уже, на самом деле. И огурцы поели. Поштучно съели. Вот это вот поели, конечно. Очень вкусно. Вот это вот. А она совершенно не соленая. Из молока сделанная. Вот это вообще прям, не знаю, из коровьего, из козьего. Я в следующий раз буду брать, спрошу. Я, наверное, еще возьму. Мне очень нравится. И ребенок ест. У него там есть такое же копченое. А я взяла обычное. Обычно оно как солененькое, но оно вообще без соли не чувствуется вообще. Такие у меня, короче говоря, покупочки. Горохом мы объедались. Вот. У нас там поле с горохом. Все рвали, кто хочет. Еще и на продажу кто-то рвал. Дальше. Черешни у бабушки. Ее будет много прям. Такой черешни. Горох тоже у нее растет. У бабушки. Мы еще горох у нее свой поедим. Молоденький, хороший. Черешню поедим. Вот. Вот. Чешелковицы там тоже есть. Их много. Вот опять кошка к нам пришла. Она вчера приходила в это же время, по-моему, к нам. Вот. Опять пришла. Мне тебе нечего сейчас дать. Мы уходим вообще. Так. Сейчас, значит, что мы будем. Я помою черешню, пощелкаем вот этот сыр и морковку поем. Курицу будем вечером, когда вернемся. Вот. Вот. Шелковица, да, тоже у нас там есть, растет. По дороге идешь там. В поселке все есть. И шелковица, и черешня будет, и горох есть. Это черешня, я имею ввиду. Она уже почти соспела. Вот. Малина. Вот. Позабыла сказать. Малина тоже есть. Тоже будет. Вот. Так что все есть, в принципе. Еще и потом арбузы будут в августе или в конце июля они уже будут. Вот. Продаваться. Так что все, друзья. Вот такой вот обзор. Вот такие покупки. Вот это вот я взяла на 200 с чем-то рублей. Две ножки и очень много было морковки. Я уже поела. Вот такие вот цены, вот такие вот фрукты и овощи. Что я вам хотела показать. Очень все вкусно. Будем пробовать. Вот, друзья. Кинзу просто так взяла, на самом деле. Так буду есть прям с помидоркой. Возможно, себе я сделаю салат. Но его же надо заправлять чем-то. И соль. Ну, соль, ладно, я возьму. А вот заправлять чем-то типа масла у меня ничего такого нет. Но я могу себе помидорку с огурчиками порезать. Просто без масла посолить и вот кинза добавить. А я ее, на самом деле, просто так взяла. В прикуску есть вот с этим сыром, с помидором, с огурцом. Так что, друзья, вот такая вот вкуснотень. Я очень рада. А, забыла вам еще мороженое показать. Давайте покажу. И там внизу у меня еще что осталось. Молоко по 130. Ну, куда ты? Молоко по 130 и вода. Крымскую воду берем. Еще манка там. Производитель Евпатория. Молоко, значит, это... Вот такое, джанкойское. А манка Евпатория тоже как бы этот... Как он называется-то? Индивидуальный предприниматель. Вот, ИП. Как вам? Мне показалось, она немного такая не очень очищенная, но, в принципе, нормальная. Как-то что-то на зубах, знаете, хрустело. Но мне понравилось. В принципе, хорошее все. Вот. Что-то контейнер у меня пустой. Они за контейнеры по 15, по сколько там рублей берут. Не знаю. В общем, ребята, я хотела про что-то у вас спросить. А, про манку. Подскажите, вот, Евпатория. Индивидуальный производитель. А, манка. Вот такая она там, с мальчиком. Как вообще эта манка? Хорошая, нехорошая? Кто меня смотрит из Крыма? Подскажите мне. И молоко какое порекомендуете? Я вот такое джанкойское взяла. В принципе, все. Мороженку покажу. У меня тут запасы мороженого. Давайте смотреть. Сакская пломбира. Вот такое я уже съела одно. Шоколадной глазурью с мятой. Ну, хорошая, прикольная. Сделано в Крыму. Кстати, сакская я беру. Да, мне нравится. Потом я взяла еще. Сейчас показывать буду вам. Что я еще взяла. Несколько тут всяких разных. Чуть прикрою пока. Чтоб не заветрилось. Значит. Взяла вот такое вот. Шоколад-банан. Видите? В виде пончиков. Крымский пломбир. Тоже беру. Крымская. Вот. И такое же, только с клубника ваниль. Тоже. Выглядит прикольно. Шоколад-банан, клубника ваниль. Видите? Я два таких, два таких взяла. Дальше. Дальше. Эскимо вот такое взяла. Номер один. Тоже крымское, кстати. Вот. Крымское мороженое. Дальше взяла еще по 120 вот такое вот сакское. Очень понравилось. Оно есть с орешками глазурь, а есть без орешек. Вот такое творожное, но оно прям вкусное. Понравилось. С орешками я не пробовала. А вот такое еще есть. Да, еще двое вот таких. И взяла вот такого еще, но ребенку не зашло, но там и состав не очень. Я что-то подумала, это будет фруктовый лед, а это не фруктовый лед. 60 рублей, видите, стоят. Я четыре штуки набрала. Придется, само это есть. В общем, это не фруктовый лед, это что-то типа пломбира в виде мороженого такого. А, вот еще хотела же вам показать, забыла. Вот такое вот вкусное. Краснодарское, по-моему. 90 рублей. Вот везде цены могут отличаться по магазинам. Ну, такое вот я ребенку дала. Мне сказали, оно хорошее. Это, которое 22 копейки, что ли, называется. Да, 22 копейки. Пломбира с кимо. Я вам сейчас скажу. По-моему, Краснодар. Ну да, Кубань. Краснодар, город Краснодар. В общем, вот так вот, друзья. Буду сейчас это все убирать. Приятного вам аппетита и нам. Все. Всем пока. Вот. Буду убирать это все. Будем мы выдвигаться наконец-то уже на пляж. Потому что время уже много. Все. Всем пока. До новых встреч на моем канале. До новых встреч на мох. До новых встреч .